всем добрый день сегодня у нас опять очередная распаковка связана с ноутбуком toshiba a661em ввиду того что мы поменяли процессор с i7 640m на i7 840 qm двухъядерник на четырехъядерник стал возможность поменять память 1066 мегагерц на 1333 мегагерца причем увеличить даже объем посмотрим заведется данная память либо не заведется а именно две планки 4 гигабайт получается 8 гигабайт мы поменяем вот на эту память две планки по 8 гигабайт получается 16 гигабайт пришло вот в таком варианте за исключением я уже не буду показывать желтый пакетик который пришел внутри находилась следующее ну во первых благодарственное письмо дальнейших закупках пришел вот такой пупырчатый пакетик внутри которого находится два модуля памяти для ноутбука то есть модуль памяти samsung написано в тестах кпу за это я и да мы проверим что там за самсунг лежит непонятно либо это взят с разбора либо китай сделали сами внутри этих блистеров находится непосредственно память такого образца давайте приступать к делу а именно устанавливать данный тип памяти и смотреть с этим типом памяти произойдет не зайдет заведутся они не заведутся с новым процессором а и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если посмотреть, то есть у нас сейчас версия BIOS 2.3, а в предыдущих версиях BIOS, если вот здесь вот посмотреть, то здесь вот ограничили память DDR3 1333 МГц до 1666 МГц. Для именно процессоров без графического ядра данных процессоров. У нас версия на материнской плате была 1.3, то есть мы установили последний BIOS 2 и 3. А все, что ходит в промежуточном, всегда есть в последнем BIOS. То есть эти изменения ходят. То есть вот здесь идет ограничение. Чем они это сделали? Ну, возможно, из-за перехода графической памяти на оперативную память. 1 ГБ выделено графическому ядру, но с расширением с 8 ГБ, то есть выделяется еще до 4 ГБ на видеопамять. Может быть из-за этого, из-за конфликта в каких-то играх, программах и тому подобное. То есть здесь вот ограничили скорость памяти DDR3. Поэтому не удивляемся тем характеристикам, которые вы увидите непосредственно в последующих тестах. Давайте рассмотрим, что за память у нас установлена непосредственно на этот ноутбук. А именно две планки по 8 ГБ. В сумме у нас получилось 16 ГБ. Представлена память. Тут не обращаем внимания. У нас DDR3 1333 МГц. Здесь у нас показывает, как память 1066 МГц. Сразу же хочу сказать, просто в BIOS ограничили скорость. Так, ну и вот у нас две планки. Первая планка вроде как производитель Samsung. Но если вы посмотрите на серийный номер, то первой, то второй планки он одинаковый. То есть по сути это китайцы наладили местное производство и по сути по всему разоряют компанию Samsung. Потому что у Samsung серийные номера были бы разные. Такие две планки здесь установлены. Давайте посмотрим, как ведут себя две новых планки памяти. по 8 ГБ, в сумме 16 ГБ. То есть вот они здесь продемонстрированы. То есть суммарно у нас 16 ГБ. Разгон тут по памяти нет. Датчики тоже нет. Центральный процессор покажем, что тот же самый стоит. Так, вот у нас память. То есть выделено именно 16 ГБ на данный процессор. Да, кстати, я пробовал установить эти планки и на A7 640 М. С двумя ядрами, четырьмя потоками. Причем в BIOS эти 16 ГБ видны. Но при загрузке Windows всегда синий экран смерти. Идут конфликты. Так, вот у нас установлены две планки. Так называемый Samsung китайского производства. Указаны все тайминги. Ну и у нас берет тайминг именно вот этот вот. Потому что идет ограничение по скорости в BIOS. Так, ну а если мы посмотрим чипсет северный мост, то здесь увидим, что максимальный объем, который можно установить на данный процессор, потому что контроллер памяти находится непосредственно внутри процессора. Раньше это все располагалось на материнской плате. Сейчас все перенесли внутрь процессора. Ну, во-первых, какие типы памяти можно использовать? Мы используем вот эту память, но с ограничением по скорости. Ну и максимум можно установить написано 8 ГБ. Хотя установлено 16. Давайте пробежимся быстренько по тестам. А конкретно по тестам памяти. И как видим, у нас память достаточно скоростная. И выигрывает предыдущую память по две планки по 4 ГБ оригинального производства. Здесь вообще предыдущая память была где-то вот 10. Хотя здесь скорость увеличилась. Не оригинального Samsung. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова